Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Олеся Гайдук, ведущая праздников, и сегодня я вам прочту новую сказочную историю, которая называется «Петух и краски». Нарисовал художник петуха, а раскрасить его забыл. Пошел петух гулять, а все на дворе стали с него смеяться, даже цыплята. «Почему они смеются надо мной?» – спросил петух у собаки. «Ты же ходишь совсем не раскрашенный», – сказала собака. «Посмотри на себя!» Побежал петух к луже, посмотрел водичку. Верно, собака, правду говорит, совсем расстроился петух. «Не печалься», – сказала собака, – «иди краскам, они тебе помогут». «Ку-ка-ре-ку, краскам?» – закудахтал петух. «Где я их найду? Где?» «Я научу тебя», – сказала собака. «Иди все время прямо, никуда не сворачивай. Пройдешь леса, пройдешь горы, через реки, через озера. Придешь в сказку, там и найдешь краски». «И пошел петушок краски искать. Все прямо, прямо, прямо идет петух темными дремучими лесами. Все прямо и прямо. Страшно ему, но он бодрится и вида не подает. Заметили его лисята и кричат. «Мама, мама, мама, смотри, вон, вон петух!» «Где петух?» – заволновалась лиса. «Да вон, совсем близко!» – запищали лисята. Увидела лиса петуха и отвернулась. «Нет, нет, нет, этот петух не годится!» – сказала она. Лисята чуть не плачет. «Как это? Почему не годится?» «Он не раскрашенный, это не настоящий петух». А петушок шел все прямо, прямо. И вдруг белого зайца повстречал. «Скажи мне, заяц!» – спросил петушок. «Где здесь в сказке краски живут?» «Сказка здесь везде кругом, а краски совсем рядом. Я сейчас у них был, красить ходил». «Красить?» – и краситься ходил, – удивился петушок. «Да ты же посмотри на себя, весь некрашенный, белый, вроде меня». «Ну нет, – сказал заяц, – это я летом серый. А к зиме мы, заяцы, все в белый цвет красимся, чтобы волк нас в снежных сугробах не нашел». И показал белый заяц петуху, где краски живут. Пришел петух к разноцветному теремочку. Подошел к крылечку, захлопал крыльями и кричит. «Ку-ка-ре-ку!» «Кто там?» – спросили за дверью. «Это я, петух». Вышли к петуху навстречу краски и говорят. «Здравствуй, Петя-петушок, зачем же ты к нам пожаловал?» Поклонился петух низко-низко и просит. «Краски, краски, помогите мне, входи, милости просим». «Я помогу тебе», – сказала красная краска. И раскрасила петушку гребешок и бородку. А синяя краска – перышки на хвосте, зеленые – крылышки, а желтая – грудку. Посмотрел петушок в зеркало и себя не узнает. «Какой я стал красивый!» – поблагодарил петух краски. И веселый зашагал домой. Все прямо, прямо, прямо и поет на весь лес. «Ку-ка-ре-ку!» Лесята увидали его и запищали. «Мама, мама, смотри, петух назад идет!» Рассердилась лиса, тише. «Я же уже вам сказала, этот петух не годится. Он не настоящий, не накрашенный. Мама, мама, настоящий, настоящий живой петух!» Хотела лиса отогнать петуха, да поздно спохватилась. Он уже далеко ушел. «Вернулся петух на знакомый двор. Теперь ты настоящий петух!» – сказала собака. Больше никто на петуха не смеялся. Даже над ним не смеялись цыплята. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. А сейчас садитесь поудобнее. Будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова